Привет танкисты, в этом видео я бы хотел сделать обзор на все 4 арты в игре и какие из них лучшие, поехали. Говорить я буду лишь о топах ветки, начнем с советской арты Т-10 довольно высокий разовый урон, да и урон минуту не худший, дальность стрельбы в норме, Т-10 имеет самую высокую маскировку среди артиллерии, но играбельное пробитие имеют лишь снаряды с сильно заниженным уроном, вот углы склонения орудия вверх самые худшие среди артиллерии, очень низкая маневренность. Следующая немецкая арта SP-70 обладает полноценной башней, но артиллерии башня толком не нужна. У арты самая высокая дальность стрельбы, но этот навык далеко не всегда будет нужен. Очень высокие углы вертикального наклона орудия вверх, в целом орудии очень играбельно хорошая стабилизация и есть снаряды с хорошим уроном и нормальным пробитием. Также арта может похвастаться высокой максимальной скоростью хода в 67 км в час. Следующая американская арта M110 хороший сектор обстрела табиш углы горизонтального наклона. Маскировка неплохая. Главное преимущество арты это высокий разовый урон. Есть снаряды с хорошим пробитием и уроном почти на косарь. Но из-за этого у M110 плохое орудие и низкая скорость полета снаряда. Дальность стрельбы да и в целом стабилизация орудия плохая. Ну и следующая заключительная арта это новая китайская арта с башней Type 88. Из явных плюсов это высокая скорость и маневренность. А также у Type самый высокий урон в минуту среди артиллерии самая высокая скорость полета снаряда. Но хорошее пробитие имеют снаряды лишь с сильно заниженным уроном. Ключевая особенность Type это барабанное орудие на два снаряда. Перезарядка между выстрелами всего 6 секунд. Этого достаточно чтобы свести прицел. Подведем итоги. Какая арта хуже а какая лучше Т10 выделяется своей маскировкой но маневренность плохая в целом арта игробильна. СП-70 обладает высокой скоростью что позволит быстро менять позиции но для арты скорость редко когда бывает нужна. Но зато хорошие углы склонения орудия вверх которые иногда могут пригодиться. Плюс есть снаряды с средним пробитием и мощным уроном. М110 пожалуй худший вариант разовый урон не намного выше чем у большинства артиллерии. А характеристики орудий плохие. Ну и новая арта Type 88 отличный вариант. Тут и маневренность и урон в минуту и очень нужная высокая скорость полета снаряда. Плюс барабанное орудие. Ну а на этом у меня все вот такие сал. На первом месте Type 88. На втором СП-70 и на третьем Т10. Худшей артой является М110. В плане точности орудия лучшими вариантами будут СП-70 и Type 88. Отмечу что эффективность той или иной арты зависит еще от карты и событий боя. До встречи на полях сражений танкисты. Продолжение следует... Продолжение следует...